Встреча с Аэропортом Домодедово Есть швейцарский, поскольку билет куплен в Швейцарии В соответствии с швейцарским законодательством И в соответствии с суд мы будем подавать в Швейцарии Значит, другой документ, который я вам покажу Это мой паспорт, согласно которому я до сих пор нахожусь за территорией Российской Федерации Вот мой паспорт Вы видите выездную печать И не видите, что эта печать никаким образом аннулирована Или что есть печать о моем въезде назад в Российскую Федерацию То есть это все свидетельствует о том, что все действия в данном случае были абсолютно незаконными А как швейцарцы сами прокомментировали это? Вот заявление швейцарской авиакомпании Абсолютно незаконное заявление Поскольку они не имеют права разглашать личную информацию о пассажирах Вот это заявление швейцарской авиакомпании В Цюрике Относительно инцидента, который со мной произошел Который я получил вчера на встрече с главой швейцарской авиакомпании В России Значит, это заявление, которое говорит о том, что якобы мы сваливаем всю вину на российские власти И мы не отвечаем Вот ему не дали сесть на самолет И мы поэтому не ответственны за то, что происходило в аэропорту Домодедово То есть они фактически умыли руки А сегодня мы проводим пикет, согласно которому мы бойкотируем швейцарскую авиакомпанию Мы призываем к международному бойкоту швейцарской авиакомпании В связи с теми действиями, которые направлены на незаконное снятие меня с этого рейса А видите ли вы какую-то политическую подоплеку в этом снятии? Я уже вчера сказал, мне вчера сказали о том Мне вчера уже сказали о том, что Сережа, отойди Правоохранительные органы мы предупредили о вот этих вот возможностях, провокациях и так далее Я просто говорю о том, что мне вчера представитель, глава швейцарской авиакомпании заявил о том, что якобы Почему вы связываете это с какими-то политическими подоплеками в этом деле и так далее На что я сказал, что есть российский работник швейцарской авиакомпании, который по моим представлениям Я сказал, что я не утверждаю этого, но я сказал, что по моим представлениям он может работать на спецслужбе Сотрудники милиции, пожалуйста, станьте с той стороны еще Мы всегда пытаемся получить согласование на проведение наших акций И то, что сейчас происходит на другой стороне, это несанкционированная публичная мероприятия На меня происходит нападение фактически Сегодня мне угрожают в живом журнале, в ВКонтакте, в других социальных сетях Мне говорят о том, что мы должны наконец-то убить Алексеева О том, что он дам позор России и так далее Я считаю, что позором России являются люди, которые прибегают к насильственным методам в решении своих личных проблем А мы действуем согласно мирным мерам Мы подаем заявку, получаем согласование и сегодня впервые проводим санкционированное публичное мероприятие Это все нормальные люди Так что они происшествуют, даже если они были гейми, бисексуальные, франшеровые, францовские, эсгенеры, ассиатские, эсгенеры или что-то не изменит ничего Но вы вы скажете, что это будут продолжать когда у вас с новым мерам? Я не думаю, что он будет так ступид к примеру, что это не так же для меня Я думаю, что это абсолютно нет, и я думаю, что он будет понимать очень хорошо И, в том числе и в том числе и в том числе, по-соции мая Лужкова, он будет берем по-другому Почему вы думаете, что здесь ралли санкционировали? Я уверен, что это было санкционировано, потому что москва мэра осталась. Он был полностью ответственностью за все иллюгальные банды, за все эти события, за все эти события. Это действительно изменилось в несколько дней, как вы видите. И я уверен, что все телевизорские, которые будут показывать это на санкционировании, они будут показывать, как москва изменилась в несколько дней после москва мэра осталась. И это, я думаю, что это основное результат его восстановления. – Вы считаете, что у вас есть федеральный региональный оптиметрgel arme? – Я думаю, что это не важно. Как я всегда говорю, вы государственная официальная, официальная города, официальная городская, мне не нравится гейт. Я не нравится гейт. Я думаю, что это не нормально. Он должен поддерживать его. Он должен сказать, что я официальный государственный и обязательно защищному закону. И право говорит, что в 31st артеке Конституции, право на общественные демонстрирующие, что homosexuels имеют право демонстрирующего. Все равно имеют право демонстрирующего. Это основное право человеческое демонстрирующего, которое не может отбрать ни социальным группам, потому что их личные характеристики. И я думаю, что это самое важное здесь. The Moscow mayor, the next Moscow mayor, shouldn't say that he loves gays, shouldn't say that he loves gay parades, he should say that he supports the rule of law. The rule of law. And the rule of law says that everyone has the right to demonstrate. And this is what the next Moscow mayor should follow. One millimeter, one centimeter, one meter, Один километр, что-то, мы были свободнее, чем мы были только один месяц назад. И все видели, что произошло на 21 сентября, когда мы пытались приглашать москва-майору с днём. Мы были арестованы. Мы не были предложены никаких alternатов для нашего общественного события. И мы были арестованы illegally в front of the Moscow City Hall. И мы не могли бы демонстрировать. Сегодня мы могли бы демонстрировать, мы могли бы сказать, что мы думаем, публично. И я думаю, что это самый важный результат того, что произошло сегодня. Общий лозунг «Бойкот швейцарской авиакомпании». «Бойкот швейцарской авиакомпании». Новые направления, видите, какие мы им придумали? Цурих-Колыма и Женева-Соловки. Вот это новая сеть маршрутная. Цурих-Колыма, Женева-Соловки! Цурих-Колыма, Женева-Соловки! До сих пор мой багаж находится в аэропорту Домодедово, который мне не отдают. И швейцарская авиакомпания на вчерашней встрече, которая была, отказалась решать эту проблему. О чем с ними вообще разговаривать? Как ими вообще можно летать? Цурих-Колыма, Женева-Соловки! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова